Подмосковная трагедия. 30-летний житель Подольска зарезал своих маленьких детей, когда те спали, напал на жену, а затем пытался покончить с собой. Что же могло толкнуть на такое зверство, сейчас выясняют следователи. Сам же убийца на допросе назвал причиной бедность. Обо всем подробнее Евгений Пресс. Из подъезда еще не убрали велосипед 4-летнего Ильи и коляску 9-месячной Ксении. С ними их еще вчера видели во дворе. Соседи семью Миловановых считали образцовой. Из их квартиры не было слышно ни ссор, ни криков, только детский смех. Все нормально было, не знаю, все хорошо. Я знала их, мужчина вполне нормальный, как в гости к нам заходил. Татьяна Милованова, мать убитых, души не чаяла и в детях, и в мужей. Во всяком случае, об этом говорят фотографии с ее странички в соцсети. Вот они на отдыхе в Таиланде, а это уже родной Подольск. На видео отец играет с сыном. Ты прыгал много? Ну покажи как. 30-летний Дмитрий, как и его жена Татьяна, работали в туриндустрии. Часто и подолгу бывали за границей, говорят соседи. Поэтому и отпуск, и рабочее время проводили вместе. Вроде бы ни в чем не нуждались, но, как на допросе заявил убийца, причиной поступка стала нехватка денег. На допросе следователю он сообщил, что якобы готовил данное преступление заранее, еще неделю назад, в связи с резко возникшими материальными проблемами в семье. Накануне трагедии в гости к убийце зашел племянник. Именно он вызвал полицию и стащил родственника с подоконника. Тот хотел свести счет с жизнью. Психиатры это называют расширенным самоубийством, когда с собой забирают других. Он давно вынашивал мысль уйти из жизни всем вместе, всей семьей. И такие расширенные самоубийства всегда совершают люди психически больные. На протяжении длительного времени готовящие такое самоубийство. Только психическая болезнь, подчеркиваю, именно болезнь психическая способствует такому виду самоубийства. Взяться за нож именно в этот момент могло подтолкнуть все, что угодно. От ссоры на улице до наркотиков. Соседи поговаривают, мужчины не просто вели беседу на кухне. К нему племянник заходил, и вот не знаю, они там что-то курили, и жена попросила их, не надо курить дома, ну не знаю, психиатрически вот эти вот, что не надо курить перед детьми. Так это или нет, выяснят следователи. Им предстоит разобраться в причинах трагедии. За убийство детей и попытку лишить жизни жену главе семейства грозит пожизненное заключение. Евгений Пресс, Максим Красоткин, Сергей Поляков и Игорь Медведев. МИР24. Кстати, мать семейства активный пользователь интернета за день до трагедии она выложила в социальную сеть рисунки сына, который написал «Мой папа самый лучший». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова